Депутаты прокуратуры области внесён на рассмотрение Тульской областной думы законопроект об участии граждан в охране общественного порядка на территории Тульской области. Предлагаемый проект закона направлен на восполнение пробелов в законодательном регулировании правовых основ участия граждан в охране общественного порядка. Концепция законопроекта исходит из того, что участие граждан в охране общественного порядка осуществляется в трёх основных формах, представляющих собой. Первое – это самостоятельную защиту граждан прав и законных интересов в сфере общественного порядка. Второе – объединение граждан в целях охраны общественного порядка. И третье – участие граждан в работе органов и полномоченных осуществлять охрану общественного порядка. Данный законопроект важен и необходим для нашего региона. Это однозначно. Согласно статистическим данным, в 2010 году на территории Тульской области зарегистрировано около 16 тысяч преступлений. Из них в общественных местах совершено свыше 3,5 тысяч преступлений, в том числе на улицах 2825. В 2011 году количество зарегистрированных в области преступлений увеличилось на тысячу. В общественных местах совершено уже 3830 преступлений. Количество уличных преступлений увеличилось до 2,990. При этом из общего числа уличных преступлений более 32% составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Данная динамика сохраняется и в текущем году С учетом сложившейся в настоящее время криминогенной обстановки, которая создает реальные угрозы и преграды современному развитию Российской Федерации в целом и Тульской области в частности Необходимо уделять особое внимание выявлению пресечения правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность Основными силами, задействованными для обеспечения общественного порядка на улицах и в других общественных местах являются строевые подразделения патрульно-постовой службы полиции Однако в связи с реформированием системы МВД России, штатная численность указанных подразделений сокращена более чем на 30% И в настоящее время составляет на всю область всего 975 человек Только 23 подразделения ППС по области имеют штатную численность свыше 30 человек А в ряде районов подразделения ППС сокращены полностью Что не позволяет в полной мере обеспечивать правопорядок в общественных местах Мало того, коллеги, из этой численности еще одна треть постоянно находится в командировках в Чечне При этом и в других регионах, в горячих точках При этом обращаю ваше внимание, что наука криминологии определяет более 400 факторов, которые оказывают влияние на состояние преступности Правоохранительные органы, в соответствии опять же с криминологией, с наукой, влияют всего на 10-15 из них Остальные это все забота государства и общества, гражданского общества, института общества Никуда без этого не деться Именно поэтому необходим налаженный механизм взаимодействия граждан с правоохранительными органами В настоящее время вопросы участия граждан в охране общественного порядка регламентированы более чем в 50 субъектах Российской Федерации В том числе и в Центральном федеральном округе, я не буду их всех перечислять, их можно посмотреть на сайте В результате функционирования общественных объединений, принимающих участие в обеспечении правопорядка, в год раскрывается около 40 тысяч преступлений Выявляется свыше 400 тысяч административных правонарушений При этом имеется данное, что в тех регионах, в которых законодательно регламентирован механизм взаимодействия органов внутренних дел с гражданами Российской Федерации И общественными объединениями правоохранительной направленности, наметился спад уличной преступности Учитывая, что с одной стороны происходит реорганизация органов внутренних дел, а с другой стороны наметилась тенденция возрождения организации правоохранительной направленности Назрела необходимость направить усилия на поддержание и стремления граждан России оказывать помощь правоохранительным органам в сфере профилактики правонарушений В сложившейся ситуации участие законопослушных жителей Тульской области окажет органам внутренних дел значительную помощь в решении вопросов, связанных с сохранной правопорядкой Являясь к тому же и своеобразной формой гражданского контроля за деятельностью правоохранительных органов со стороны населения Я, конечно, не примену обратиться и к опыту СССР и других социалистических стран, которые показывают, что правоохранительные органы могут противостоять преступности только тогда, когда в борьбу с ней включена вся система общественных и государственных институтов Поскольку преступность – это явление антиобщественное, антисоциальное, значит, бороться с ней должны все институты общества и государства Принятие законопроекта позволит включить в обеспечение правопорядка на добровольной основе максимально возможное количество заинтересованных граждан Принятие данного законопроекта поддерживает руководители и ведущих вузов Я со многими разговаривал, вчера буквально я сам преподавил в РПА и являюсь председателем экзаменационной госэкзамену И с ректором мы говорили, беспроблемно, создадут даже на безвозмездной основе такие подразделения Думаю, Михаил Васильевич тоже найдет такую возможность И ребята будут заняты делом и вовлечены в полезное общественное действие Ну и ряд руководителей, с которыми мы разговаривали, они тоже поддерживают и говорят, что мы готовы и предусмотреть В рамках трудового законодательства не запрещается, пожалуйста Можно и дни к отпуску, можно и какие-то материальные поощрения за участие в дружинах Все это не возбраняется Финансовые расчеты по реализации указанного заинопроекта представлены Тульскую областную думу Уважаемые депутаты, мы все жители Тульской области, все видим, как в течение времени вымирают улицы Люди просто боятся ходить в темное время суток Привлечение в охрану общественного порядка граждан позволит улучшить триминогенную обстановку в регионе Создаст условия взаимодействия общества и правоохранительных органов в борьбе с преступностью Но я еще в дополнение могу сказать Смотрите, сейчас вот нехорошая тенденция наметилась в связи с тем, что у нас на улицах практически нет охраны общественного порядка У нас еженедельно в области фиксируется такое явление, как насилие над несовершеннолетним Вот буквально в Кимовске позавчера девочку трехлетнюю изнасиловали И фактически он предполагал, что убил ее Но вот, к счастью, ребенок выжил Не знаю, Людмила Ивановна может, наверное, доложить, как у нее там дела обстоят Но ребенок был в крайне тяжелом состоянии Вчера опять мальчишку изнасиловали На прошлой неделе тоже было И так вот продолжается на протяжении двух месяцев Прежде всего дети оказываются незащищенными никем Мамы, папы, бабушки, дедушки Кто-то где-то отвлекся Люди просто ходят То сумку отобрали, то ограбили, то телефон вытащили Вот вся проблема, которую нужно решать все вместе И я думаю, что мы абсолютно правильно поступим Если примем этот законопроект И я надеюсь на вашу поддержку Спасибо за внимание Если есть вопросы, я готов ответить